Всем привет! Друзья, находимся сейчас в Широкой Балке. Как и обещали, продолжается серия выпусков про шторм века и его последствия. Так вот, Широкая Балка, как я уже рассказывал, больше всего подверглась этому стихийному бедствию. Покажем все наглядно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Начинаем! Друзья, ну вот такой ветерок нас встречает в Широкой Балке. Хотели припортоваться поближе. Поближе не получается. Машина полиции перегородили дорогу. Все заставлено теми, кто приехал посмотреть на эту картину. Люди, которые живут, их не опустили дальше. Соответственно, движение перегорожено. Пройдемся и посмотрим все наглядно. И, конечно, покажем вам. Так временами вроде порывы уменьшаются. Но мой плащ оторвало вместе с пуговицей. В общем, ветерок здесь действительно знатный. От места парковки, где мы припарковались, до перекрытия дороги метров 200-300. В общем, недолго пешочком нам идти. И то, что мы увидели картину, конечно, волны впечатляют. Такого внушительного размера. Вот так люди едут на машине и даже не знают, что впереди движение перегорожено. Ровно таким же путем мы двигались. Так как в разгар сезона машин наставлено с этой стороны. Снял плащ, так он прям как-то сильно филистел на ветру. Вроде бы небо ясное пока что. Хотя у нас погода меняется каждую минуту. Порывы ветра обещают у нас на сегодня. 27 ноября 2023 года. До 50 метров в секунду. Так гласит информация из Гидрометцентра России. Ну посмотрим, что будет гласить нам. Какая информация от Гидромет. Ютуб папа может центра. Папа с юга. А вот машина полиции перегородила движение, как я рассказывал. Здесь все под знаком. Приехал телеканал Россия. Телевидение и радио. Их автомобиль. Конечно, можно было бы дорогу перекрыть и немного дальше. Видим, работает строительная техника. Экскаватор грузит КАМАЗы. Ну, работы начались, кстати, рано утром. Быстро коммунальщики среагировали. Парковка. Здесь сколько машин еще можно было бы вместить. А ведь буквально еще вчера мы прогуливали здесь в прямом эфире. Можете посмотреть его у нас на канале. В записи всегда сохраняем. Всего этого не было. Был обычный пляж, сильные волны. Кто-то писал, да обычные волны для Новороссийска. Ну вот вам, ребята. Не так уж оно и обычно. Посмывало все беседки. Эти беседки, ну, этому месту лет 10 точно так оно выглядит. Здесь раньше был пляж Нагальки. Так как бы лет 10 никаких изменений здесь не было. И вот такого явления я еще не наблюдал. Катамараны тут стопку понакидало. Это я говорю к чему. Многие в комментариях написали, что обычный шторм. Ничего необычного. Что ты преувеличиваешь? Ну вот теперь, ребята, напишите. Обычный шторм это или нет? Где вы там? Отзовитесь. Еще вчера эти беседки стояли нормально. В нормальном состоянии. На сегодня только две остались стоячие. И то тут мусора намыло. Вот представьте, какой силой были волны. Здесь намыло. И тротуарную плитку сложили в кучу все. Все, что осталось от беседок. Ну и, конечно, волны с этой стороны. Насколько здесь разровняло волнами пляж. Сдвинулся он, наверное, метра на три точно. Идем гуляем дальше. То есть представьте, если здесь наскидывало катамараны, беседки, шезлонги. Это докуда волны доходили. То есть действительно высота их была, наверное, обещанной, заявленной 8-9 метров. По-другому бы досюда волны не доставали. Вот сейчас метра 4. Там на глубине можно наблюдать волны. И так они практически не выходят на берег по сравнению с тем, что здесь можно наблюдать какую картину. Просто представьте. Вот здесь, Андрюха, помнишь, беседка? Вот это стояла крыша. Вот здесь было летнее кафе. Вот представьте. Водный расстолбик от него торчит. И вот насколько отодвинула всю эту конструкцию. Плитка в перемешку с галькой. Просто шокирующие кадры на самом деле. Особенно, когда ты вчера здесь прогуливался и все было хорошо. Ну и так для понимания, Андрюха, это с волейбольный мяч, который мы вчера играли. Там водички немного скопилось внутри. Давай попробуем выйти. Здесь немного сместили. Единственное развлечение, которое есть в широкой балке, как оно выглядит сегодня. Ну так камнями замыло, я думаю, сильно не пострадало. Здесь выдавило. И все, не более того. Спасательная лодка. О, это прям как по заказу такой мостик для нас пройти. Ну и теперь представьте, что даже до дороги доставали волны. Смотрите, здесь уже убрали практически все, заканчивают. Конечно, просто жесть. Буквально новое здание. Этот отел открылся в новом курортном сезоне 2023. Так его немного потрепала штукатурка, потрепела. Здесь какую-то беседку притащила. Вот так мы по крыше сейчас двигаемся. Кафе Островок. Что здесь все перемолотило, все в одну кашу смешало. Вот это по-настоящему шторм века. Я подтверждаю эти слова, то, что нас предупреждали, говорили. И где вы, хейтеры, отзовитесь. Кто писал, что обычный шторм, ничего необычного, все переувеличено. Что вы сейчас скажете? Кафе Островок. Наверное, метра на полтора намыло камней. И сейчас тоже наглядно. Тут все размолотило. Повыбивалось стекла, тут ролеты выдвижные были. Всю мебель, все в одну кашу смесило, все, что стояло. Потолок порвало. Вот это, конечно, силище природы. Вообще непонятная каша, что, где, когда, как в передаче известной. Где набережная была, что теперь с ней стало. Думаю, магазин, по-моему, он не там стоял. Нет, он там стоял только через дорогу. То есть вот здесь как раз-таки располагалась дорога. Все остановки, все в одну кучу смесило. Работает техника, разгребает хотя бы дорогу. Проезда на сегодня нет от слова вообще. Даже, наверное, на самом крутом джипе не получится проехать. Техника работает и с этой стороны. Тоже так подгребали, разгребали. Сложили, что успели, доски. То, что поразмывало. А ведь вчера здесь была реконструкция этого кафе. Еще обращал внимание, тут подзатопило. Вчера мы ходили, да, тут навес был. Аккуратно. Такая яма прям размыла. Да, здесь был навес. С той стороны навес обходили. Все смыло. Давайте посмотрим кафе Белиссимо, как оно выглядит. Набережная широкой балки. Все эти парапеты размыло, перемолотило, перемешало. Здесь остановку унесло. Очень неприятно, конечно, видеть такую картину на одном из самых любимых курортов. Навес, под которым мы вчера прятались. Здесь, посмотрите, все перемолотило. Всякие вазы. Все, что стояло. Теперь просто валяется, перевернуто. Попробуем спуститься вниз. Здесь размолотило. Посмотрите, вчера мы здесь просто стояли. Волны временами доходили до берега. И тоже обращал внимание на то, что они тут делают. Заколачивали досками окна. И не зря, как оказалось, то, что не заколочено, все превратилось в одну кашу. Как здесь. Вместе с камнями. Это представьте, какой силы. Ого! Вот это... Сейчас покажу наглядно. Ох, брызги. Брызги брызжут. Здесь сверху стекает вода. И это не просто дождь. Так, вон камни со второго этажа кафе выкидывают. Главное, чтобы нам... Ого! Андрюха! Посмотрите сюда, сколько камней намыло. И вот это еще было целое помещение отдельное, да? Вот не зря здесь действительно заколотили то, что смогли. Да, сейчас метров пять волны, наверное, в некоторых местах можно наблюдать. Кусочек штукатурки свисает. Будьте аккуратны. Видел, Андрюха, аккуратнее. Ох, вот это кадра, а! Явно посильнее, чем вчера было. Ну вот волна метров пять. Вот. Это на берегу, это не в открытом море. Отходим. Ух! Балку выломало просто с корнями. Здесь все повыдавливало, что не успели заколотить все окна. Все теперь только вручную. Я не знаю, душевая зона тут. Видно, сауна была что-то в этом роде. Смею предположить. Здесь тоже камней намыло сколько. Камни доставали даже здесь, до этого участка дороги, поскольку он расположен на высоте. То есть, даже несмотря на это, преодолевало такие парапеты высотой метров семь-восемь. Куски бунгало закинуло. То есть, еще раз высота. Здесь повыдавливало. То есть, кусок парапета оторвало. Здесь был тоже кусок бетонной стены. Магазин. Поразбивало стекла. Ну, благо там сильного ущерба не вижу. Так, вымывают, расчищают. Внутри магазина не стал снимать. Ну, пару холодильников, сломанных, разбитые бутылки, банки. Так, ну, сегодня по дороге можно смело ходить, походу. Машины перебиваются за редким исключением. Еще одну балку с набережной принесло. Но она только килограмм 150, не меньше весит. Да брызги или дождь, непонятно, срывается. Баннер, широкая балка потрепала изрядно. Одно из немногих мест, которое практически не пострадало. Сверху, снизу пострадало. Здесь тоже все повыдавливало. Здесь складывались в сезонное время катамараны, гидроциклы и так далее. Бананы, таблетки. Здесь стекла выдавило, с одной стороны. Просто завораживающе. Сейчас проходим еще один магазин. Ну, смотрю, так хозяева приехали, что-то орудует, что-то убирают. Здесь сколько намыло всяких щепок, палок. Все это с моря принесло. Теперь можно море встретить и на дороге. Вот так в аккурате машины проезжают. Даже с высоким клиренсом. Я думал, с автомата стреляют. Нет, тут обшивку колбасит. Давайте прогуляемся по набережной. Отсюда она как раз таки начинается. Представьте, вот волнами посносилось здесь ограждение. База отдыха тополек. Чтобы добраться к ней, придется переплывать через новое море. А что скажете, спросите вы, со спуском к морю напротив этой базы? Я отвечу, его просто нет. Пляжи теперь спуститься не получится. Ну, я думаю, к сезону, конечно, обязательно что-нибудь придумаю. Придумают. Здесь нанесло камней. Лавочка одна одинешенько стоит. Провода аккуратно свисают. Здесь тоже выдавило какое-то ограждение. Внизу напоролся я на штырь тоже, будьте аккуратны. До сюда, естественно, тоже донесло и камней, и тротуарная плитка. Все в одной каше, все в одной куче. Раздевалки тоже перемесило, намесило. Куски тротуарной плитки с пола. Повыдирало пластами. Вот, что вы скажете, ребята. Ограждение бетонное. Оно здесь стояло вот такого же плана, такого же типа. Теперь оно просто в стороне. Я не знаю, как его будут доставать, вытаскивать, выравнивать. Каша-малаша, куча мала. Абсолютно все ролеты на нижнем ярусе, все повыдавливало, все закамнило. Ну, благо там никакого товара нет. Сколько тротуарной плитки теперь можно наблюдать подорванной. Вот, какая волна, смотри. Без комментариев. Ну, тоже благо, что это не в разгар сезона случилось. Так бы, без жертв точно не обошлось бы. Ну, это газоблок. Это, в принципе, что пенопласт пораскидало, повыносило. Подмечу, та зона, которая неблагоустроена без рулетов, она особо и не пострадала. То есть, так немного камушка. Вон, чей-то зонтик камнем накрыть, чтобы не улетел, видимо. Раздевалку немножко подвинуло, так скажем. Вон, смотри, кубы оголены теперь. Ого, какой шум завораживающий. Но здесь, видимо, парапет помощнее, повыше, поэтому здесь торговые точки не пострадали. Дошли до конца набережной. Что имеем здесь? Тоже немного подорванной плитки, немного камней. Благо, эти навесы, это, конечно, остановки здесь, не унесло ничего. Ну, и такой накат сейчас прямо в нашу сторону. Ну, возможно, что здесь не пострадало, потому что все так... Волнорез такой своеобразный оборудован. Вот такой интересный проход теперь образовался с этой части набережной. Что-то там размыло. Давайте прогуляемся. Мангал теперь где-то очень в стороне расположен. Тоже много тротуарной плитки разбросано. Наверное, здесь была часть набережной. О, с брызгами, как я люблю. Ну, и ладно, пойдем обратно. Как-то здесь очень смело машину припарковали. В связи со сложившейся ситуацией я бы тоже точно так бы не рисковал. Поднялись теперь на четвертый ярус набережной. Все побережье, как на ладони. Вот она, стихия. Сразу не обратил внимания. Лавочка по ту сторону. Она стояла на набережной. Так ее сдуло, унесло. Здесь кафе тоже не обратил сразу внимания. Не видел сзади. Повыдавливало стекла. Причем это второй этаж. Что же творится на первом этаже? Также выдавило стекла. Такая обрешетка. Несмотря на укрытие. Досками заколотили. Или не везде заколотили, или не везде выдержало. Печалька. Интересно, что ловят представители транснефти таким маленьким сачком. Некогда популярное кафе Белиссимо тоже пострадало. Так мы спускались по морю. Покажу теперь вид сверху. Центральный вход. Разбитые стекла. Что там про стекла? Тут окна повыдавливало. Видимо здесь было окно. Крыша и ее остатки. Андрюша, не пугай так. Горшок этот показывал уже. Какой-то ларек улетел. А, это раздевалка. Теперь по ту сторону дороги. Здесь тоже все ограждения повыдавливало. Тем временем активно идет расчистка дороги. Техника работает полным ходом. Ну, немного осталось, я думаю, минут 15. Ну, проезд точно еще не откроют. Так будут до конца расчищать. Пока что убирают только основную дорогу. Все убирают в сторону. Полная расчистка будет уже позже. Еще один ларек, просто замятый в какую-то кашу. Вот что творит стихия. Все это, конечно, теперь только под снос. Все заново отстраивать. Фонарь освещения тут можно наблюдать в этой куче. Каши-малаши. Еще раз дошли до кафе Островок. Насколько здесь все переместило, перемололо. Боюсь, что, возможно, даже и до нового курортного сезона не успеют его полностью реконструировать. Ребята, кто этим будет заниматься, хозяевам, конечно, силы и терпения желаю. Как же обидно в одночасье потерять все. Ну, здесь идет уже такая расчистка под лопату, так назовем. Складывают все в ковшу. Я думаю, скоро откроют движение. С этой стороны ларьки практически не пострадали. По крайней мере, с лицевой их стороны. Может быть, изнутри. Нет, здесь тоже, кстати, вот эти все зонтики, грибки. Все сложены в кучи, к счастью, не пострадали. Не унесло их. Ну, и таким образом мы подошли практически к тому месту, откуда начинали сегодняшнюю прогулку по побережью Широкой Балке. Друзья, была полезная информация. Поддержите лайком, сделайте репост этого видео. Я думаю, многим будет интересно увидеть и узнать, что творится в Широкой Балке сегодня. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Колокольте, колокольчик. До новых встреч. Обняли, приподняли. Увидимся. Пока-пока. Ну, господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк. Лайк, репост, господа. Лайк, репост.